Здравствуйте, с вами доктор Немезис. Как вы могли догадаться, сегодняшнее видео является частью рубрики «Противостояние». И сегодняшняя битва является особенной, ведь идею данного сопротивостояния предложили в комментариях под прошлым видео. Тренее, уже позапрошлом. А именно, в битве схлестнутся Толка из Токийского Гуля против братьев Винчестеров из сериала «Сверхъестественные». И, как всегда, моим сведущим выступит мой друг Евгений. Но сегодня мы немного изменим традицию, ведь Евгению было проще разобраться с информацией об Толке, а я уже начал смотреть сериал «Сверхъестественные». Так что, ну, сами понимаете. Первым нашим критерием будут являться способности наших персонажей. Гули наделены сверхчеловеческой силой, ловкостью и рефлексами. Также они обладают регенерацией и неуязвимы к холодному и огнестрельному оружию. В плане способностей у Винчестеров не густо, ведь во своей основе они обычные люди. Хотя, некоторое время Дин носил метку Каина, что давало ему регенерацию и усиливало, как я знаю, его силу. Как бы это тактологически не звучало. А также, Сэм имеет экстрасенсорные способности и слабенький телекинез, но очень сильные способности по изгонению демонов. Толке я поставлю 5 баллов. Да, я понимаю, что способности Сэма кажутся более чем-то уникальным, чем у Толке с ее банальными улучшенной силой, регенерацией и как у Джи, который я не уфиминул почему-то, мой друг. Но все же, Толке, ее способности на подстоянке. Да, им нужна подпитка, но в отличие от Сэма, она не будет в несколько дней отходить от простого использования экстрасенсорного дара. Если брать Дина с меткой Каина, то тот вообще потихоньку сходил с ума. Теперь я наставлю 4 балла. Способности Сэма достаточно сильны и эффективны, а наличие метки у Дина некоторое время достойно внимания. А сейчас пойдет критерий, который нужно всегда учитывать в любом бою. А именно, боевой опыт. Толка развила множество форм своих крыльев и является довольно опасным соперником, что говорит о хорошем развитии. Вдобавок она охотится на людей с детства. Дин и Сэм также имеют достаточно большой боевой опыт. Ведь сразу же после смерти их матери еще в глубоком детстве, отец начал их тренировать и обучать убийствам различных демонов и других порождений тьмы. И часто сражались со злом, которое может грозить уничтожением целого мира. Кири как всадники апокалипсиса, а также, насколько мне известно, в дальнейшем Дин и Сэм попытались убить бога. Я еще не знаю, получилось у них или нет, так как еще не досмотрел. Хоть Толка и училась выживать с самого детства, но ее боевой опыт слегка маловат, ведь сама по себе она достаточно юна в сравнении со своими противниками. Так что, пожалуй, я поставлю Толке 3 балла. Следующее, что мы берем в расчет, это интеллект. Толка не отличительна в плане интеллекта. Она любит школьную жизнь, но ненавидит литературу. Дина и Сэма также гениями не назовешь, но они достаточно много знают об мистических тварях и ритуалах. А также Сэм некоторое время учился вроде бы на юриста. Один так вообще является опытным автомехаником. Также с детства их облачал отец и вклал им в голову некоторые военные хитрости. Военные хитрости стоят внимания, а профессия юриста требует хороший интеллектуальный расклад. Ставлю 4 балла. Я же поставлю Толке 3 балла, из-за того, что она еще школьница и, так сказать, особых знаний еще успеть не получила. Еще один критерий, который мы решили учти в данной битве, как мы делали это в битве Канеки и Карнажа, это оружие. Основным оружием Толки является ее крылья, которые она очень хорошо развила, что позволило увеличивать размеры и уровень опасности снарядов. У братья Минчестеров есть весьма большой арсенал огнестрельного оружия, также колющего и режущего. Также в различное время у них было различное оружие, способное убивать высших демонов, среди которых Святой Кольт и Клинок Каина. Ставлю 5 баллов с оружием убивающей нечисти, такое владение огнестрелом. Я также поставлю Толке 5 баллов, ведь хоть у Сэма с Диным и есть в некоторых случаях оружие для убийства всемирной нечисти, а также полуши, огнестрела и ножей. Но все же у Кольта, если что, ограниченный набор патронов, а у Клинка Каина вряд ли получится пробить кожу Толке, хотя это не исключено. Но все же я вынужден поставить 5 баллов у Толке, ведь ее оружие всегда с ней, и ей всего лишь нужно съесть человека. А что полубитвы, весьма вероятно. Нашим финальным критерием являются физические навыки. Физические способности Толке усилены благодаря способностям, но они отличительны сами по себе. Физические же навыки Дина и Сэма ничем не выделяются, но они все же весьма подготовлены годами борьбы с демонами и другими тварями. Ставлю 3 балла. Не самый низкий балл, как и не самый низкий уровень навыков. Толке же я поставлю 4 балла, хоть она и намного сильнее Дина и Сэма, из-за того, что она гуль, но она не на пику своих возможностей, в отличие от братьев Винчестеров. Ну что ж, давайте подводить итоги. Толка получает 20 баллов, но Сэм и с Дином получают на 1 балл больше, тем самым побеждая Толку. Хотя, честно говоря, по-моему, если бы братья сражались 1 на 1, то есть только Дин или только Сэм против Толки, у них бы не было шансов. Ну а вы делитесь своим мнением в комментариях. С вами был доктор Немезис и мой друг Евгений.